Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Восемь скорых с пострадавшими. Переполог в больнице Пирогова оказался учениями. Исчезнувшая мать пропавшей девушки опровергла сообщение СМИ, что ее дочь нашлась. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно о ней просто рассказать. На благотворительной акции капитан доверия подросткам объяснили, куда обращаться за скорой психологической помощью. Неспокойное утро в Самаре. По центру города промчалась колонна машин скорой помощи. Выяснилось, так проходят тренировки врачей больницы имени Пирогова к чемпионату мира. Самарские медики должны быть готовы к любым ЧП, поэтому обязательные тренировки начались уже за год до Мундиали. С чем связан утренний переполох, расскажет Валерия Макарова. Вой сирены на улице Полевая заставил оглянуться всех прохожих. По дороге одна за другой проехали 8 машин скорой помощи и свернули в больницу Пирогова. В городе все спокойно. Так медики тренируются к чемпионату мира по футболу. Легенда – массовое поступление пациентов. Самое главное – это сегодня мы должны отработать движение скорой помощи по маршруту, который мы утвердили со скорой помощи, по территории, непосредственно по территории больницы. Это логистика и маршрутизация пациента. В больнице несколько отделений, куда именно поедет машина скорой, решает медработник на КПП. Пожалуйста, приемное отделение. Работать нужно быстро, чтобы не создавать заторов. Скорая подъезжает, пациентов уносит на носилках, тут же прибывает следующая машина. Всего в учениях задействовано около 100 человек. При этом работа станции скорой помощи не прерывается. Город живет своей жизнью, учениями, люди болеют все равно, несмотря на учения. Поэтому основная масса сейчас, конечно, обслуживает вызовы. А будут привлечены технические автомобили с персоналом, водительским, естественно, со старшими фельдшерами под станцией. Только на июль в больнице запланировано еще 35 тренировок. Они будут проходить даже ночью, чтобы врачи были готовы к любым ситуациям. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. 9 миллионов рублей получат семьи погибших и пострадавших в автокатастрофе с самарским автобусом в Татарстане. Губернатор Николай Меркушкин подписал соответствующее постановление. По этому документу, родственники погибших получат по миллион рублей, пострадавшие по 500 тысяч. Пассажиры с травмами средней степени тяжести получат по 200 тысяч рублей, легко пострадавшие 100 тысяч. Компенсацию выделят из резервного фонда губернатора. Авария произошла в ночь на 2 июля. Самарский автобус ехал в Ижевск и неподалеку от Заинска столкнулся с КамАЗом, который буксировал еще один грузовик. От удара автобус перевернулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе 6 жителей Самарской области. Уголовное дело в отношении компании-перевозчика передано в Следственный департамент МВД России. Запутанная история и неожиданное ее продолжение. Мать пропавшей девушки Екатерины Уваровой Татьяна заявила, что информация о возвращении дочери домой не соответствует действительности. Напомню, 31-летняя девушка пропала в ночь на 28 июня. А ее мать получила СМС с угрозой, что больше не увидит свою дочь. Екатерина вышла на связь только один раз, позвонила со своего сотового телефона и попросила забрать заявление. При этом в начале недели в некоторых СМИ появилась информация, что девушка нашлась. Все это время она якобы была у друзей. В Следственном комитете сейчас эту информацию не подтверждают. Проверка продолжается. Мать Екатерина записала второе видеообращение на сайте службы спасения. Катя, доченька, у тебя сегодня день рождения. Я желаю тебе здоровья и вернуться быстрее домой. Дома тебя ждет доченька. Нам очень тебя не хватает. Вернись домой. Ограбление по Самарске. В железнодорожном районе города задержан мужчина, нападавший на женщин. Как минимум два преступления он совершил с разницей в несколько часов. В нем на улице Мариса Тореза из автомобиля, в которой садилась водитель девушка, была открыта похищена сумка. А позже на улице промышленности жертвой ограбления стала 36-летняя жительница Самары. Она возвращалась домой, когда к ней подбежал незнакомец, нанес удар и сорвал с шеи золотую цепочку. После случившегося пострадавшая дошла до дома и обратилась за помощью в полицию в больницу. В тот же день предполагаемый злоумуженник был задержан, когда пришел в ломбард. Бдительные самарцы сообщили о подозрительном мужчине в полицию. Благодаря гражданам данный гражданин был задержан около одного из ломбардов в момент, когда он пытался сдать ограбленную, золотую цепочку, в частности, ломбард. Своевременно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. И вот в содействии граждан данный гражданин был задержан. По фактам грабежи заведены уголовные дела. Мужчина заявил, что употребляет наркотики и нигде не работает. Поэтому полицейские предполагают, что эти преступления не единственные, которые он совершил. Все, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону, указанному на экране. Далее, коротко о других событиях дня. Страшное ДТП на М5 под Тольятти. Около половины седьмого утра в Ставропольском районе столкнулись фура и легковушка. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Сызрани, по неясной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Renault Magnum. После чего Solaris вылетел в кювет. Погибли четыре человека, еще один доставлен в больницу. В Самаре на улице Тверской произошел крупный пожар. Горел старый деревянный дом. Последний в этом районе. На тушение огня выезжали несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет. Сто тысяч рублей заплатит самарец, которого суд признал виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце шестнадцатого года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных магазинах. Умельца выследили и задержали в Кировском районе сотрудники регионального управления ФСБ. Свою вину он признал полностью. Суд приговорил мужчину к трем годам заключения в колонии общего режима. Ему также назначен штраф. Прорыв теплотрассы оставил без горячей воды жители трех самарских микрорайонов. Восьмого, двенадцатого и тринадцатого. Повреждения на трубе диаметром 800 миллиметров обнаружили у 183-го дома по улице Старозагора. Планируется, что все работы по восстановлению тепломагистрали закончатся вечером 14 июля. В Самаре с фасадов памятников архитектуры уберут кондиционеры. На сайте госзакупок объявлены торги. Цена вопроса полтора миллиона рублей. Всего должно быть демонтировано 88 кондиционеров с восьми зданий. Среди них особняк Путилова и центральный телеграф. Дорожные работы проведены в течение недели. В Зубчининовке на улице Гоголя теперь можно пройти, не опасаясь увязнуть по колено в грязи. На перекрестке с улицей Кустанайской провели отсыпку гранулятом и скосили траву возле заброшенного здания. Раньше здесь можно было пройти только в резиновых сапогах, причем в любую погоду. Дети не могли нормально ходить в школу, а пенсионерам приходилось идти окольными путями до ближайшего магазина. Проблема была обозначена во время прямого эфира на телевидении, участником которого был глава города Олег Фурсов. В студию позвонила местная жительница Ирина Кошелева и рассказала про неблагоустроенный перекресток. Спустя время ситуация на улице изменилась. Я обратилась на прямую линию с главой города Фурсовым Олегом Борисовичем, в результате чего он посетил наш поселок Зубчининовка. Проблема заключалась в том, что непосредственно на пересечении улиц Кустанайской и Гоголя была очень большая яма, была большая лужа, большая грязь. Сейчас после того, как засыпали дорогу гранулятом, засыпали достаточно хорошо. В яму высыпали, по-моему, три или четыре камаза крупного гранулята, после чего разравнивалась дорога. Сейчас машины спокойно могут проехать. В том числе вечером у нас появились дети на улицах, катаются на велосипедах, на самокатах. То есть все очень довольны. Увеличить количество автобусов из отдаленных районов города с такой просьбой обратились жители в Губернскую думу. Если до крутых ключей добраться можно без проблем, то до нового Кошелев парка есть всего два маршрута. Автобусы постоянно переполнены, так как ими постоянно пользуются жители Петра Дубрава. Разгрузить трафик может помочь новая федеральная трасса «Северное шоссе», но она еще строится. Еще один вариант – продлить до нового микрорайона городские маршруты общественного транспорта. Но это возможно только в том случае, если Кошелев проект официально станет 10-м районом Самары. Департамент транспорта готов в любой момент, как только будут осуществлены передачи каких-то полномочий по территориальной принадлежности. То есть если это будет отдельный район, пересмотреть маршрутную сеть именно обеспечения этого района в рамках своих компетенций. В Самару приплыл капитан доверия. Благодворительная акция прошла на набережной. Ее цель рассказать о телефоне доверия, куда дети, подростки и их родители могут позвонить практически в любое время суток и получить консультацию квалифицированных психологов по самым разным вопросам. От неразделенной любви до того, как наладить контакт с родителями и учителями. Марина Кравцова узнала, почему капитан доверия отправился в путешествие по волжским городам. Темноты, высоты, войны и смерти. Чего боятся дети? Свои страхи они писали на специальной доске, чтобы потом эти листы снять с паной и избавиться от тревог. Таким флешмобом начался праздник по случаю прибытия в Самару гостя необычного – капитана доверия. Его корабль отправился из Казани и пришвартуется к причалам девяти городов. В каждом капитан делится с детьми и подростками своей историей о несчастной любви, дружбе, отношениях с родителями и сверстниками. И как когда-то ему помог справиться с проблемами душевными детский телефон доверия. Потом я слышал несколько голосов тех людей, которые работают на детском телефоне доверия. И все они располагают в себе, все они позволяют узнать, что именно им можно доверять. И все они позволяют даже на начальном этапе как-то успокоиться и перейти к решению своих проблем. Акция призвана рассказать детям и родителям о службе экстренной психологической помощи детский телефон доверия. Его номер – 8-800-2122. За почти 10 лет работы специалисты-психологи провели больше 9 миллионов консультаций. За помощью из Самарской области обратились 97 тысяч человек. Каждому подход индивидуальный. Рассказать можно о любой проблеме. Поскольку большинство звонков все-таки от детей и подростков 60%, то у них, конечно, лидируют проблемы именно взаимоотношения со своими сверстниками. Это дружба, это принятие и непринятие в коллектив, в новую школу. К сожалению, это и проблема травли какой-то, кибербуллинга, травли в соцсетях. И, конечно, взаимоотношения с противоположным полом. Сегодня к номеру подключены больше 200 служб психологической помощи по всей стране. В 66 регионах телефон доверия на связи в круглосуточном режиме. Все звонки бесплатные, абсолютно анонимные. Можно даже имя свое не называть. И аудиозапись разговоров не ведется. Каждый звонок наши консультанты, которые обучены уже не раз в Москве, в Перми, в Астрахани, конкретно разбирают каждый случай абонента. И каждому ребенку или каждому взрослому относятся индивидуально. О телефоне доверия рассказывают в игровой форме. Для детей устраивают игры и конкурсы. Из Самары корабль капитана доверия отправится в Сызрень и завершит путешествие 16 июля в Волгограде. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. От них не спрятаться, не скрыться. Четвероногие оперативники показали все, чему их научили годы дрессировки. Миллиардеров летом считают. Налоговая раскроет тайны декларационной кампании. И вновь на мустрюках запоют, ведь раны военных действий соберутся на фестивале в Самаре. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин